Привет, зритель! Четвертый день бытия. Печка с вчерашнего дня перестала затапливаться. Вот то, что тут не сгорело, я их слегка омочила. Они сейчас тут лежат, потом будут снова пригодными. Короче говоря, кот третью мышку сожрал дома. Ну, в смысле, проволок домой. Но дело не в этом. Я тут кусты малины вырезаю, которые надо вырезать, хотя бы они не у места выросли, а чтобы в следующем году была малина. И внезапно вот гнездо обнаружило, но было закрыто малиновыми ветками, крапивой. Вот эта куча. Какая-то птичка тут жила. Не знаю, завтра у меня человек собирался приехать с утреца по грибы. Приедет, надо вот показать. Не приедет, ну, значит, просто скажу, если не забуду. Может, сама увидит. Сегодня довольно тепло. Вчера тоже тепло было. Мы ездили в Прилуке с соседкой за хлебом, за шиповником. Но какой-то гад шиповник спилил, скосил, не знаю, как назвать. В общем, там половина шиповника с двух сторон перестала существовать. Ветки наломаны, уже высохшие. Где-то там ягодки есть на земле, где-то нет. Очень жалко, но немножко мы пособирали. Я Калина еще. Вот вторую часть надо будет вот бы брать потом. Сделала. Немного сверху медом полила. Часть вот сейчас перекладывала приваренную. Хочу вот еще соберу потом заморозить. И думаю, съедить до Степанова за маленьким шиповником. Вот я думала сначала это спилить, ну, в смысле, срезать. А потом думаю, тут доски вдруг как-нибудь заденятся. И кирдык это гнездо лучше сначала заснять. Я знаю, что какая-то птичка жила прямо в кусте вот здесь. Но то, что тут, вот не помню, вылетала тут когда или нет, или вылетали вот уже, когда мы, еще и конкретно так я не приехала сюда, вот, то наша решета крыса, которую мои добрые родственники, с другой стороны, ну, вообще родственники, хотят дырочки заделать. Ну, дырочки, вот, ну, вообще тут такие дырочки. Как они эти дырочки собираются заделывать? Очень сурово все. Вообще зритель. Тебе же нравятся эти самые деревенские влоги. Приложился бы ты хоть чуть-чуть, шулик. Или тебе нравится смотреть на всю эту катавасию. Сидит какой-нибудь зритель в деревенском доме, смотрит туда-то и думает, блин, у меня-то еще не такой трындец, как у Лёли в деревне. Я думаю, что дело все такое. Примерно так и обстоит. Какой-то спамер Вайбер мне написал. Вот что, не люблю Вайбер, вечно там какой-то спам вылазит. Какой-то спамер Женя предлагает какую-то загадочную работу и дает номер какого-то загадочного Егора. Я это заскриншотила. Просто чтобы номер потом в интернете дома, уже в городе, в смысле пробить, что за спам. Я сначала думала, что у меня подружка Женя другим номером обзавелась, а потом смотрю, там Женя этот от мужеского полу пишет. А никаких Жень мужеского полу примерно моего возраста я знать не знаю. Я только вот двоюродный дед, муж двоюродной бабушки и все. Но я думаю, он как бы не обладает такими слегка интернетно-компьютерными знаниями. О, не знаю, ловилась камера или нет, такая большая каркуша сейчас пролетела. Нет, батарея разряженная, что-то вчера забыла зарядить. А сейчас вот как-то, ну, немножко-то хватит. Ну, тут благодаря соседке я немного орехов собрала с наших орешников. Там на каком-то дереве очень много наверху, она как бы наклоняется. Ну, может, если человек завтра приедет за гривами, соблазню ее орехов пощипать себе. Потому что так жалко пропадут. Говорят, пуст наш дрозды оклевали за один день. Да, да вообще, эти дрозды. Никогда не оклевывали, тут же ли оклевали. Почайно. В общем, пойду я дальше работать. Пока, зритель. Зерода доехала до Омута. Внезапно шиповник вообще собирала. Выдела какую-то голубую фигню. Говорят, что это все тоже, ну, если не забуду, на вратке покажу. Там какая-то фиговина, типа щитокный, что-то на нем написано. Уж думала, может, ворота как-то сюда переехали поближе. Проверю, что-то дома не заверну. Сейчас где-то 3 часа дня. Ну, в общем, к 4 мне домой надо будет вернуться. Вот тут на тракторе так конкретно практически езжено. Я хотела собрать следующий приезд как раз вот сейчас математику, но приехала чуть позже, чем планировала. В смысле, в городе 2 недели торчала. Здесь уже, может, даже и ничего бы она была, но по ней так смачно проехались. Вот. Сейчас, может, чуть-чуть пройдусь и поеду уже обратно. Четвертая мышь. Добрая соседка тетя Таня затопила мне печку намного быстрее, чем я со своими умениями и более эффективна, чем дед наш. Правда, я это, короче, березовых дровишек мелких, тоненьких. Там у нас клана потоньше. Тоненькие у нас, по-моему, только березовые. Но там есть еще тоненькие. Но фиг знает, березовые лучше горят. В общем, она растапливала картонкой. Там она лежит, это кусок еще картонки. Таких коробок картонных. И я потом еще бревнишко, которое тут было, ну, не березовое положила. Сейчас забыла, что, в общем, у меня там в кастрюле было немного воды. Слышу какие-то странные звуки. Сейчас еле-еле ее вытащил, эту кастрюлю. Я теперь понимаю на словах, что на деле значит, точнее, я понимаю эти слова, что обозначают что березовые полежки хорошо горят и дают, ну, больше жара, что ли, как-то так вот. Фраза, в общем, тетя мне сказала, что березовые полежки хорошо разгораются, дают много жара. Вот оно. Вот эта кастрюлька. Я ее еле-еле достала двумя прихватками. открыла крышку, там очень горячая вода. Я сначала хотела из ковшечка подлить, но там такой жар вообще стоял. Хотя полежки, вот эти сами по себе, ну, по типу, вот как вот это, березовых, несколько там, какие-то потоньше, какие-то как оно, штук 6 или 7, наверное, было, но приличненько так. Сейчас какой-то странный звук был. Я уже думала, что кот с мыслью там что-то, а он, оказывается, ее захомячил и даже обратно не отправил. Пошел жрать он этот самый. Корм как ни в чем не было. Китикат. Теперь у меня будет тепленько. Правда, печка все-таки занимает приличное время. Сейчас уже без 10,7, но тут часы немного вперед, может быть, без 15,7, наверное, где-то так. И в 7 часов у нас уже темняет. Ну, и я как бы на улице хотела побыть часов до 7, но вот не получилось. Может быть, завтра получится подольше побыть, наверное, в воздухе. Вот я тут Степанова собрала немножко шпунника. Но тут еще тот шпунник, который мы вчера, чуть-чуть они собрали у школы бывшей, Прилуцкой. На работу, когда уже все догорит в печке, уже вообще все потухнет. Надо бы на чем-нибудь разместить и поставить на ночь сушиться его. Вот. Спасибо. Потому что я потуху. Так. 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 Так.